27 июня в Ниньском округе отметили День молодежи. Как прошел праздник на Ринмаре и чем увлекается сегодня современная молодежь, попыталась узнать наша съемочная группа. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. В юбилейном парке День молодежи отметили с размахом. Самая активная и креативная часть молодого поколения продемонстрировала свои достаточно профессиональные навыки в спорте и искусстве. В этом году праздник прошел в формате фестиваля. Главным его организатором выступил региональный центр молодежной политики. В целом у нас молодежь, она любит такие форматы, то есть им не интересны концерты, стандартно сидеть, хлопать, смотреть. Им интересна движуха, вот это вот все, то есть ходить с одной точки на другую, там чему-то научиться, там чему-то научиться, пообщаться. То есть это все в легком формате происходит, как на фестивалях в целом в России. На фестивале были представлены большое количество мастерских для самовыражения. Скейт-площадка стала одной из самых популярных. Большое количество участников и зрителей с восхищением смотрели, как местные скейтеры и BMX-любители демонстрировали свои достаточно профессиональные навыки в выполнении трюков. В рамках фестиваля на скейт-площадке прошли соревнования среди райдеров. Участниками состязаний выступили как профессиональные спортсмены, так и новички. Павел, несмотря на свой маленький опыт, уже участвует в соревнованиях. Я катался еще в 2018 год, просто по рампам, там ничего не делал, и мне это наскучило, и я не катался целый год. Потом мне друг предложил покататься, я такой, ну давай покатаюсь. И у меня резко начало все получаться. И вот так вот я решил выбрать BMX. Помимо скейт-площадки большой интерес у участников фестиваля вызвала арт-зона граффити. На небольшой конструкции, сооруженной специально для художников, можно было творить в любом стиле. Достаточно опытный в искусстве граффити художник Юрий, известный как Рейс, выбрал направление вайлд стайл, что в переводе означает «дикий стиль», где основным объектом являются буквы, тесно переплетенные друг с другом. Шрифты, они потому что мне больше всего нравятся, и для меня это такой небольшой вызов, когда ты рисуешь что-то, чего не существует в природе. То есть нарисовать какой-то пейзаж, нарисовать портрет, ты в любом случае это срисовываешь с чего-то живого. А здесь у тебя все образы, они находятся в голове, и вот применить их буквам, мне кажется, это более прикольно. Ну и плюс твое имя, то есть ты всем говоришь о том, кто ты, что ты есть. Также на фестивале место для себя нашли и уличные спортсмены. Для ребят были организованы показательные выступления по воркауту. Воркаут – это такое движение, такое течение, когда используются в основном свободные веса, свой собственный вес, упражнения на статику, на выносливость, на акробатику, на вот такие виды. Воркаут в последнее время начинает набирать обороты по популярности. Для занятия данным видом спорта не нужны ни абонементы в зал, ни профессиональное оборудование. Главное иметь желание. Занятие уличным видом спорта хорошо развивает силовые качества человека, благодаря большому спектру упражнений. Есть динамические элементы, есть силовые, статические. И силовая выносливость для самого себя – это очень важно. Для того, сам крепче становишься. Нужно как можно быстрее и сильнее продвигать этот вид спорта. Наряду с воркаут-площадкой для любителей силовых упражнений была организована площадка, где ребята могли примерить обмунирование и познакомиться с видами оружия, которые используются в полицейской службе. Сегодня в преддверии Дня молодежи мы собрались и сотрудники полиции решили показать ребятам, продемонстрировать спецсредства, которые используются для решения повседневных сложных задач оперативно-служебной деятельности. У юных северян площадка вызвала большой интерес. Ребята активно задавали вопросы и рассматривали оружие. Вот это вот пушка. А расскажи вообще, что ты знаешь об оружии? Ну, они что могут... Они могут воевать там, где угодно. Могут прижарядиться через пять минут. Кроме современных молодежных занятий, участники фестиваля могли окунуться и в историческое прошлое. Мы сегодня представляем, учим даже, обучаем детей, как правильно играть в народные игры. И вот то, что мы сейчас сидим, плетем веночки, это чисто импровизация. Я вижу, что девочки с радостью принимают участие в такой моей идее. И девчонкам нравится сам процесс, потому что это все уже уходит корнями далеко вглубь. А мне кажется, что это надо возрождать, потому что это очень приятное занятие, и оно успокаивает. Народные игры и творческие мастер-классы нашли отлик в сердцах маленьких северян. Замечу, в молодежном фестивале приняло участие большое количество детей более младшего возраста. Я летом ездила в лагерь, и нас там тоже учили плести венки. Но у меня не очень получалось. Здесь нам рассказали подробно, как правильно плести красиво венки. Веночек – это цветы, и так тихонечко можно сплести косичка. Но косички я очень люблю плести, потому что у меня много кукол. И с детства так плету их из ленточек. Завершился фестиваль концертом творческих коллективов округа и зажигательной дискотекой. Василий Хатензейский, Елизавета Кабанова, Владислав Носкин. Телеканал Север.